Девушки отдыхают Не могу поверить, что я первый делаю вам предложение Нет, но... Барбара, ты в порядке? Доброе утро Доброе Здравствуй, Тви-Тви, дорогая Джуди, я отвечу на 20 писем, затем займемся приглашением и дневником И передай Найджело, чтобы больше никакого омлета И подбери для телевидения платье покрасивее Да, миссис Картленд Бегство от любви? Я поговорю с ней Пламя любви? Более современный подход Река любви Как тебе моя идея? Про мясо Домохозяйка получает чтиво вместе со своей отбивной Ее хорстам мясникам нравится Да, в названиях книг часто встречается слово «любовь» А не о чувствах, а не о вязании Завернуть в целлофан? Как можно быть таким настойчивым и нежным? Знак вопроса Таким нежным и искусным? Знак вопроса Она думала... Ладно, я поговорю с ней сегодня Привет Вы должно быть Хелен А вот и она Чудесно Всем доброе утро Вы готовы? Мама, это твоя новая ассистентка Она будет писать под диктовку Обожаю ваши книги, миссис Картленд Мы с мамой обе Когда мне вырезали гланды, я читала «Брак, заключенный на небесах» И так меня подбодрило Что это на вас? Простите? Я не позволяю женщинам здесь ходить в брюках Я не... Это моя вина Я ответила на 25 Дневник подождет Идем Издатели говорят, что ты можешь позволить себе притормозить Притормозить? Они не воспитаны и ничего не смыслят в маркетинге Ты же их знаешь Графы и девственницы Очень мило, но сейчас 70-е Даешь секс, романтика мертва Ну, не совсем Перестань суетиться Романтика вечна, Иоанн Барбара Святость брака и краска на щеках невесты принесли вам целое состояние Но неужели именно этого хочет современная женщина? Конечно, карьеристка второсортный мужчина, которому не идут брюки Настоящая женщина хочет... Но вы карьеристка Вы всю жизнь работали В 20-х годах вы были журналисткой Дэйли Экспресс Нет, нет Настоящая женщина хочет великолепную свадьбу и счастье в семейной жизни Работать должен мужчина Женщину нужно носить на руках Извини, Барбара, но это чушь, ты это знаешь Женщины теперь эмансипированы Нет, нет Все эти разговоры о свободе — кошмар Некоторые девушки в Сент-Олбинс тоже подхватили эту болезнь А Сент-Олбинс — такой милый городок Но, Барбара, в наши дни все гораздо лучше Лучше? Забастовки Мусор на улицах Все это ужасная женская эмансипация Неужели за Англию было отдано столько жизни, чтобы она превратилась в болото? Возможно, пора изменить мнение Стоп! Остановись! Боже, это же Барбара Картленд! Лорд Луи, как вы? Какой сюрприз, Барбара? Я как раз еду в вспоминальной службе О, мы были на телевидении Рад вас видеть Сколько же лет прошло? Два года Сбор средств в пользу больницы Шрусбери Наша встреча — перст судьбы Вы именно тот человек, с кем мне нужно поговорить с глазу на глаз О! Обезьяньи гланды? Кто вам сказал? Подруга Она где-то об этом читала Нет, нет Витамин Е Биострат и мед Мне нужно взбодриться Я не... После ланча во вторник меня все время клонило ко сну И бессонница Вас мучает бессонница? Нет Видите ли, я, глава альтернативной медицины в этой стране Меня не мучают подобные вещи Разве что воспоминания Я могу вам помочь Я слышал лестные отклики о ваших познаниях Вы сами? Отличная тому реклама Спасибо вам, дорогой Вы слышали? Броудлендс открывается для широкой публики Боже Да, инфляция Что поделаешь Нужно что-то делать Я не намерена сдаваться Что ж Я похитил вас, Барбара, а теперь должен отпустить Это было чудесно Чудесно Позвоните мне Это честь для меня Помочь наследному английскому герою Вы мне льстите До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Когда будем в Лондоне, Барбара Боюсь, тебе придется найти работу Иначе Вы его папу забрали Мальчикам нужно закончить школу Это очень дорого Так что, конечно Может, научись синографировать и печатать на машинке? Рональд, Тони Помогите с чемоданами Как все прошло? А теперь не звука Мне нужно сосредоточиться На чем? Мы остановились Платье было безупречным и сидело на ней идеально Внезапно Терстон обнял ее и прижал к себе Белый очень тебе идет, сказал он Я стану лучшей женой в мире Не звука Простите Я стану лучшей женой в мире Тебя потрясает то, как всепоглощающе я тебя люблю? И то, каким восторгом наполняет мою душу твое прикосновение? Он привлек ее к себе Целуя со страстным желанием Ее ответный трепет разжигал его страсть все сильнее и сильнее Что-то Что-то не так? Нет Видишь ли Может ты могла бы Может стоит Почему ты молчишь? Странно, что тебе нечего сказать Я готова Но Я лайнер Океанский лайнер С иллюминаторами И трубой Как я выгляжу? Чудесно Отлично Чуть-чуть нелепо Ты плохой брат, Рональд Это весело Благотворительный балл в Альберт Холле Я выгляжу потрясающе И буду участвовать в представлении Молодец Спасибо, мама Называется промышленность Британии Я судоходство Викантесса Скарсдейл Хотела одеться углем Но я сказала Лучше не одевай шерстяное Ты вся вспотеешь Дорогой Я иду в клуб Но Секки Но Секки О О, мама Извини Это Хью Кузен Секки Извините Шрапнель При Пашендейле Мой муж был убит при... Рональд может... Хью, старина Выпей воды Подарок? Мне? Как мило Спасибо, Хью Дорогой Мама Спаси меня Что? Ты спасла меня от помолвки Спинга И Сальфи, когда он грозил застрелиться Прошу тебя, мама Спаси меня Барбара, ты всегда этого хотела Нет Ты не понимаешь Все не так, как у вас с папой Мы заключили брак перед лицом Господа Все, конец Жизнь тяжела Не стоит из-за этого так волноваться Ты еще обретешь счастье Ты замужем всего год Рональд, дорогой Как там Хью? Уже лучше Ты в порядке? С ней все хорошо Бог мой Чище сейчас коктейли А я все еще одета кораблем Да, да Тебе это нужно Только не потрать все на книги о мертвых премьер-министрах Да, мама Тэтлеры хотят сделать книги моего дома Здорово, правда? Хоть бы это был мальчик Хоть бы это был мальчик Это будет мальчик Барбара 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 Это нелепо Пусти меня Барбара 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 Рональд? 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 У нее экзема? Никто не женится на девушке с экземой Слишком туго Осторожней Простите, мадам, я... Нет Не достаточно туго Что ты делаешь? Да, это И серебряные туфли Сердце женщины с такими огненными бликами в волосах Не могло не таиться пламя страсти, дремлющее, непробужденное Это он, он здесь Выйдите Произошел неприятный случай Я нес чертов церемониальный меч Он не был тяжелым, но вдруг софиты начали слепить меня А по полу шли волны Дорогой Королева сказала, что укоротила ради меня свою речь Эн была готова поддержать меня, если я упаду Чертовски неприятно Вы бы не упали Я не упал Вы выглядели великолепно Вы смотрели церемонию? Конечно И ничего не заметили? Нет Хорошо Вот мы и пришли Бог мой Руки забили Я для вас кое-что приготовила То же, что и для миссис Ганди Тысячи миллиграммов витамина Е Витамин жизни, любви и секса Чудо-пилюля Витамин А Мастер на все руки Женьшень для омоложения Его принимает доктор Киссинджер и космонавты А это для мозга На завтрак вам дали лишь сэндвич? Я знаю, какой у вас напряженный график Я хорошо позавтракал, Барбара Я то, что я ем Многие современные молодые мужчины Я занимаюсь этим вопросом Не в силах удовлетворить своих жен Правда? Это шокирует, да? Они импотенты Из-за неправильного питания Пестицидов И потому что женщины Больше не чистят картошку Только не я Меня кормят отлично Конечно же, не вы, дорогой Но остальная Англия Переживает кризис мужественности С этим нужно что-то делать Ну, об этом уже писалось Чудесно Я в восторге Знаете, у меня нет с собой денег Бросьте Вы нужны этой стране Я пошлю вас к своему остеопату А теперь, наконец, эликсир жизни Мед? Я не хочу пойти по следам Уинстона О нет, это было ужасно Я не допущу этого Взгляните на меня Я работаю шесть часов в день Отвечаю на десять тысяч писем И пишу пятнадцать книг в год Они против? Но в этом году я намерена написать Двадцать Фабрика романсов В тяжкие времена людям нужны радость и надежда И я могу дать им это Извините, лорд Маунбеттон Мадам Филармоническое общество просит вас выбрать Десять своих любимых песен о любви А Дейли Мэйл просит дать комментарий по поводу проституции Позже Меня все время просят о чем-то подобном Продолжайте работу Напишите книгу для меня Для вас? Для благотворительного заведения Колледжа Объединенного Мира О, да Да Мои временные рамки С регенства До этого мужчины носили ужасные прики И до 1914 До начала войны Может, что-нибудь морское? Да Да Дикки Думаю, нам стоит написать ее вместе Нет, Барбара, это не мой правиль Было бы так весело Устав Унитиры Да, люди часто допускают такие ошибки Но только не мы Ян, дорогой Мама У меня идея Давай позвоним издателям Отличная идея, мясники и милый успех И порвем с ними Затем позвоним в Бентенс И предложим им десять книг в следующем году Десять Затем позвоним Горги И предложим десять книг им Всего двадцать Двадцать книг в год Знаю Шесть тысяч слов в день Миссис Картлен Знаю Хелен Я могла бы спеть эти песни Спеть? Нет, они хотят лишь, чтобы вы их выбрали Но я могу их спеть Ты не умеешь спеть, мама Ерунда И мне нужно еще раз попасть на телешоу Ты в этом уверена? Почему бы и нет? Там был Рассел Харти У кого еще брали интервью? У Дэни Лару и... Дэни Лару Нет, они не смогут нас отличить Найди что-нибудь другое, более серьезное и без других женщин Миссис Картлен Мама, мама, смотри, влог Дочь Миссис Маккоркудейл Маленькая прелестница Рейн, которая сидит на своей деревянной лошадке в детстве Уже стала безупречной хозяйкой дома Поклонников у нее наверняка не меньше, чем у матери Отлично, дорогая Слава Богу, ты не унылая, невзрачная девочка Ты в клуб, дорогой? Загляну туда на минуту Вернусь непознательно Хорошо Привет, Рональд Как прошел день? Что ты здесь делаешь? Пришел поработать Я помогаю ей править ее роман Сейчас 10 часов Неужели? Но Оксфорд-стрит бастует Если Тори не возьмут верх, Англии конец Останется лишь собрать вещи и ехать в колонию Ты заплатил за квартиру? Наверное Спасибо за чек Я был так занят в офисе, что не успел дочитать Сладкое наказание Но не бросай работу Это здорово, что ты снова пишешь Да Почему бы тебе не написать серьезную книгу? Все это замечательно, но Он Он совсем меня не слушает Все из-за выпивки У меня был фаренгит, когда он сделал мне предложение Когда я болею, то совершенно не способна думать Ты не любила его? Конечно, любила Он был так красив И шотландец Мне он казался таким сильным И челивым Опытным И богатым Я жила над трикотажной лавкой Вместе с мамой и пряхой Я не могла позволить себе сглупить Всех хороших мужчин убили Несмотря на это, я получила 48 предложений Ты это знал? Он такой вялый Как бы там ни было У него любовница Нет Это ничего Я так занята Я так занята И может Может Я Может Что мне сделать? Убить его на дуэли? Нет, нет Я могу развестись с ним Мы получим неплохое содержание Барбара Барбара Из-за того, что он надевал ботинки Не на ту ногу В кармане Они отвратительны У нее даже титула нет Она Не похожа на меня Сэр Патрик Благодарю вас Рональд сказал Отложить оплату Это так? Нет, нет Чего стоит свобода Если богачи могут Ретировать молодых Беззащитных женщин И подкупать правосудие Ронни почти что член семьи Совместные прогулки И политические дискуссии Мы в него верим Да, люди верят в него Иногда он ужасно выходит из себя Но если его нрав взять И обуздать Спасибо Итак Я разведусь С превеликим удовольствием Пусть бежит к своей Жалкой миссис Хелен Кертис Но если он думает Что я дам ему Райан Он ошибается Барбара Да Боюсь, он примет Недостойное решение Ваш муж решил Подать встречный иск Он хочет добиться Опеки над дочерью Нет Он обвиняет вас В измене Меня? И с кем же? С его кузеном Хью Хью? Слуги говорят Что он вечно у вас в спальне Что вы зовете его Дорогой И целуете Ну да В спальне я работаю Мне там хорошо Я всех друзей зову Дорогими И целую Он дарит вам подарки Платье Браслет с бриллиантами Да Да Он делает это Так как влюблен в меня Романистка Обвиняется в супружеской измене Нет Прошу тебя Вот Спасибо Пресса унижает меня Я теряю все Рональд Нам надо вернуться в суд Дай-ка взгляну Он касался ее как-то иначе В его поведении угадывалась спокойная сила Она чувствовала себя ослабевшей Но в безопасности В безопасности, как никогда ранее Как никогда ранее После пережитых тревог и унижений Он, казалось, точно знал, что надо делать Таринья долго этого ждала Ждала И надеялась А вот и он, мадам Он такой утонченный Правда? Барбара За два дня я успел встретиться с королем Швеции Избрал местную королеву Майя Был на званом обеде И провел ночь в Бензоре Пять речей Так-то лучше Ко мне вернулись силы Давайте займемся романом Название Шторм любви Что скажете? Блестяще Отлично Я прочел еще пару ваших книг Если вы читали одну Вы читали их все Все дело в формуле Конечно Нам с вами это может казаться Сентиментальной чушью Но они имеют успех Вы очень умный О нет, Дики Я не умна Отличный доход Слушайте Злодей играет Бьет Тереть семейное состояние И имя Герой нередко кузен Спасает героиню Влюбляется в нее И возвращает семейный особняк Я уловил формулу Все не так просто Героиня исселяет Она возвращает ему здоровье Он падает со скалы Страдает от когтей льва Или же она спасает Его ногу от ампутации Спасибо Звучит неплохо Дензил? Капитан Дензил? Дензил? Конрад? Имен так много То, что нужно Это историческая точность И достоверность В ваших книгах Вы уж простите Много грубых ошибок Вы выбрали 1815 год Тогда Во флоте было Более 600 кораблей Ими управляло 130 тысяч 127 человек Отлично Итак Капитан Конрад Хорн Везет прелестную Долорес В Вест-Индию По пути выигрывает Пару морских боев И влюбляется Он хорош собой О да Все мои герои Хороши собой Витка Я сама в них влюбляюсь В Вест-Индию Мы воевали с Францией Текила Текила Пусть будет Антигуа Мы с моим сыном Гленном Были там в прошлом году Там потрясающе Барбара Это 1815 год Дорогой, не стоит Так вдаваться в детали Это убивает вдохновение Мои сюжеты посылает Господь Я читаю молитву И берусь за беру Вам нужна была Историческая точность Моим читательницам Приходится нелегко У них толстые мужья И косоглазые дети Они постоянно заняты стиркой Им нет необходимости знать Сколько фрегатов Было у Наполеона Ладно Но это не значит Что мы должны лгать Лгать, конечно же, нет Но даже в серьезных книгах По истории Например, в вашем труде О разделе Индии Встречаются неточности Когда мы писали В котором мы служим Ноэ требовал абсолютной точности Вы хотели моего совета Вы выбрали морскую тему Я был лордом адмиралтейства Трафальгарская битва Не может происходить на Ямайке Ноэля Коварда Когда-либо переводили на Панжаби Иврит или японский Нет Дорогой, это моя 505-я книга И вот что я вам скажу Никто не хочет знать Что было на самом деле Это так неприятно Единственное, что имеет значение Всепобеждающая любовь С меня хватит Еще чуть-чуть Дорогая, не вертись Ты не идешь обедать, Барбара? Гэри Карстерс был так мил, что... Нет Сегодня меня не приглашали Но это не значит, что мы должны опуститься Верно, бабушка? Нет Мы не должны забывать о своем положении И хороших манерах И Господь нам поможет Надо держать себя подобающе Даже если нет красоты, богатства и титула Надо держать себя подобающе Ты выиграла дела Ты получила обеку над дочерью И приличное содержание 500 фунтов в год Хватит лишь вернуть долги Нет Конечно, мне повезло Но какой позор Я больше никогда Не положусь на мужчину В отношении денег Если тебе когда-либо повезет Если тебе сделают предложение Лучшее, что можно сделать, мама Сделать вид, что ничего этого не было Бабушка? Да? Мама разведенка Спасибо, Райан Умница никому не нравится Мама нашла мне квартиру в Мэйфере Она, конечно, маленькая Хорошие новости Майор Боман Томас не выдвинул свою кандидатуру на переизбрание в парламент В парламент Это наше место Это место Картлендов Не наше с тобой Там живет наш брат Тони Там есть дорога под названием Картленд Роуд Это твое место, Рональд Выдвинь свою кандидатуру Не мои глупости Всем своим существом я чувствую, что это правое дело Ради нас Ради Англии Я знаю, как тяжело тебе было Я... Я не понимаю, о чем ты Это совсем... Это... Я слишком молод Да и как я себе это позволю? Мои счета все еще оплачивает мама Я дам тебе деньги У тебя нет денег Отбрось сомнения Я достану тебе деньги Для этого нужно как минимум тысяча фунтов Как минимум Я должен быть независим Я не могу стать лишь жалкой пешкой Выдвинь свою кандидатуру Ты станешь премьер-министром Разве не об этом ты всегда мечтал? Я помогу тебе Мы работали вместе с Дели Экспресс несколько лет назад И я подумала Не нужен ли вам кто-нибудь? Как насчет банкрота духовности? Я вела колонку сплетен Да Нет, с тех пор я опубликовала три романа Что-нибудь о женщинах и моде? Две гиней? Отлично Нелегко Всегда Привлекательный Привлекательный Для этого Нужны упорство и настойчивость Проклятие Нелегко Всегда Быть Это ужасно, Рональд Попробуй расслабить плечи, Рональд Расслабь плечи Ты слишком напряжен В Индии открылись врата свободы Лорд Луи Маунтбеттен, последний вице-король Индии, вместе с леди Маунтбеттен, входит в свою резиденцию О, что за платье Прибывает Мохаммед Алиджина, первый генерал-губернатор во время своего последнего Я потерял ее О, Дики Я помню день ее смерти Нет, задолго до этого Я потерял ее задолго до этого Сколько времени проходит до следующей посадки человека после его смерти? Как вы думаете? Следующей посадки? Другое изменение Перед очередным воплощением Когда-то я ощущала присутствие своего брата Рональда Он был так полон веры и энергии Я даже видела его, Дики Но больше не вижу И это меня пугает Идемте, Барбара, у нас полно работы Нельзя бездельничать Да, это так Вы правы Идемте со мной в советское посадство Разглядите обстановку Не стоит слишком прихорашиваться, они же коммунисты Чаю? Да, поставь на скамейку Я пришел бросить вызов вашим границам Да, именно так Оставьте постельное белье в покое Кевин Шуточные свадьбы? Платные сопровождающие? Нет, дорогая Я уже продала это дейли-мейл Ты закончила? Дорогая Леди Монтегрю Джонс Доход 2000 фунтов в год Видели в обае? Она была в брюках Годится? Утром будет готово И Айлин, я мисс Гамильтон Почему ты еще не закончила? Мы высмеиваем безработных Но безработица – это вынужденный отдых Почему бы не использовать его с толком? Пособие, образование для взрослых Я здесь Я знаю Тогда почему ты ходишь туда-сюда? Потому что Я настроен серьезно Ронни, может открыть химчистку? Это выгодно Людям всегда нужна чистая одежда Да Клайв индийский Ульф, захвативший Канаду Сесил Родс Да Да Уверенность в себе Вера в судьбу Смелость Качества, сделавшие этих людей героями Ничем не отличаются от тех, что каждый день вдохновляют миллионы людей Тех, кто остаются дома Выносят невзгоды Делают свое дело Они тоже герои Поставьте свою подпись Итак, мистер Картлен Теперь вы кандидат на место в парламенте Заголовок Мужчина достается женственной женщине Современная женщина С остриженными волосами И практичными туфлями Может сделать карьеру Может сколотить состояние Но именно ее женственную Возможно, даже фривольную сестру Мужчина изберет в качестве своей возлюбленной Жены Матери своих детей Не переборщите Все готово Ладно Вы готовы? Да Начинаем Три, два, один Я счастлив быть в гостях у королевы романтики Пятисотая книга, которая вышла на этой неделе Барбара Картлен Барбара, чудесно выглядишь Спасибо, дорогой Ты тоже Это действительно так Мы знаем, что Барбара Картлен Автор бестселлеров Но очень умно Вот как надо продавать книги, Джон Вся эта розовость приносит плоды Домохозяйкам есть к чему стремиться Надеюсь, сегодня она это платье не оденет Я выступаю против вседозволенности и порнографии И не намерена отступать Люди усмехаются, но я добиваюсь своего Это годится для моей жизни? Как думаешь? Это очень популярная программа, сэр Не сдавайтесь Продолжайте верить и искать И однажды вы его найдете Он где-то там О, да Я искренне в это верю Барбара Дорогой Извините, что опоздала Вы же их знаете Вы выступили блестяще Дорогой Вы смотрели? Да Поставь Дорогой Желаете шампанского? С превеликим удовольствием Давайте его поищем С мужчинами я очень женственно Мужчины мне нравятся больше женщин Мужчины просто чудо Я люблю властных мужчин В искусстве женственности Барбара Картленд великий мастер Прошу прощения Мы с Дики пишем книгу Об валом капитане корабля Который Спасибо Который спасает свою пассажирку От ужасного порочного человека Это так весело Дорогая мама Мы уже в Германии Баварский воздух Чрезвычайно живителем Я бы хотела, чтобы Ронни отдохнул Перед предвыборной кампанией Но его интересуют только Прогулки и купания Я напишу книгу обо всем этом О настоящей жизни Серьезную книгу? Ага Это просто чудо Что ты думаешь о сексе, Рональд? Ну Я думаю Возможно Ему придают слишком большое значение Да Я тоже так думаю Но, конечно, это Часть любви Ее физический символ И, следовательно, божественная Сила? Да Божественная сила Чудесный дар божий Если он часть настоящего О, да Что случилось с Гарри Карстейрсом? Он был так заинтересован Он сделал предложение Как и Никс И Герцог Сазерленд Это Никс Весплоден А Герцог Сазерленд уже женат К тому же Мы очень заняты Возможно, от тебя изберут Уже почти избрали Не стоит жертвовать собой В брак вступают по любви, Рональд Настоящей любви Да, конечно В конце концов, он последний английский герой У него все еще много обязанностей А это его внучка Нет, кажется, это Дженнифер Шеридан Он любит давать и уроки верховой езды Меня попросили рассказать о любви в России Я сказала, сначала поговорите с американцами Насчет холодной войны Я это я Войди в темную комнату Одна И скажи сама себе У меня нет ничего Ни имущества Ни друзей Ничего Я одна И в этой тьме задай себе вопрос Что остается? Только ты сама Только ты Ты такая храбрая Ты можешь сделать что угодно Абсолютно Эта кампания очень важна для тебя, Ронни Как и для всей семьи И, конечно, для Англии И для тебя Используй свою энергию и целеустремленность с умом Займись политикой Нет Почему нет? Я никогда не была еще так счастлива, Ронни Никогда в жизни В следующем году мы тоже поедем отдыхать, верно? Мы будем отдыхать вместе каждый год Мы всегда будем вместе Они неплохо смотрятся в мундирах Но тебе не кажется, что их Фрой Лайн Такие дурнушки? Коснись звезд Что скажешь? Отлично Она будет о политике Духовности Загробной жизни Обо всех наших идей Да, это именно то, что тебе стоит написать Нам С тобой Без тебя никак Я занят выборами Да, конечно Я тоже Добрый день Я выступаю от имени будущего члена парламента Рональда Картленда Красивая шляпка Да, она прелестна Возьмете? Я с огромным удовольствием Представляю вам будущего члена парламента Рональда Картленда Мы живем в мире, в котором живут также и Муссолини и Гитлер И пока не изменится человеческая природа Мы будем вынуждены сражаться и, возможно, гибнуть за то, что считаем верным и правильным Времени мало На карту поставлена судьба Англии Да и всего мира Возможно, мы не готовы Но единство и целеустремленность принесут нам успех Дух рядового англичанина непобедим Не разрушить Он нас не подведет Те, кого любит Бог, умирают молодыми Им больше нечему учиться Их силой тянет в высшие сферы Как воздушный шарик Неудерживаемый более тонкой митчей Они отбрасывают телесную оболочку И... Уходят Идем же! Барбара! Боже! Черт! Черт! Алло! Извините, что звоню так поздно Это я О, Дики Слава Богу! Слава Богу! В чем дело? Где он? Где Рональд? Барбара Рональд умер Нет, он исчез Он исчез Я постоянно его видела Мне говорили, что это мое зрение слабнет Но это не так Он был здесь Вам нужно прийти в себя Да Конечно Простите Не извиняйтесь Я не мог заснуть и пошел в свой офис Похоже, я разорен Разорен? Что вы? Передо мной нечто вроде соглашения об овердрафте Дорогой, люди постоянно пользуются овердрафтом Секретарь объяснит вам Я плохо следил за домом Барбара Повсюду сухая гниль, пятна, все протекает Как мы сможем открыть его для широкой публики? Как Дженнифер Шеридан? Моя архивариус? Я сделал ее замужней женщиной Что? Он милый молодой человек Семья сказала, чтобы я не вмешивался Но я не смог удержаться от небольшого сводничества А что? Барбара? Да Поговорим завтра Я тут думаю кое о чем, что взбодрит нас обоих О чем же? О распоряжениях насчет моих похорон Да, дорогой Я за письмами, мадам Хэллоу Получилось О! Я в лучшем клубе мира Для вчерашней речи я надел папины запонки Это такая Честь У меня есть личный сопровождающий Совсем как в школе Рон, слушай В свои 29 Рональд Картленд всегда изысканно одет Он самый младший из всех членов парламента Его первая речь о районах безработицы и уэльских шахтерах Свидетельствует о его смелости, искренности и серьезности Картленд политик высшего сорта И если у него есть надежда когда-нибудь стать премьер-министром Они обоснованы Жаль, что тебя здесь нет Я не одобряю участие женщин в парламенте, Рональд Я бы хотел, чтобы королевская семья Допила кофе за две минуты до того, как прибудет поезд Поезд? С моим телом С вашим телом Оу В чем дело? Электричество отключили Одну минуту Черт, вы профсоюзы Дорогой, нас держат в заложниках Надо что-то делать Беспорядки, безработица Мы и раньше это видели Назревает гроза, а мы лежим в кровати Что будем делать? Я сказал премьер-министру Пусть выйдет на белом коне с обнаженным мечом Дики, на белом коне должен выехать не Джим Калахан, а вы Вы Все дело в конституционной законности, Барбара Переворот — дело серьезное Дики, вы — главнокомандующий вооруженных сил Первый адмирал флота Последний лиц и король И кузен королевы Что может быть более законным? Я на пенсии Не говорите глупостей Разве королеву не беспокоят коммунисты в профсоюзах? Не мне об этом судить Хелен, не стой над душой Мадам, мне очень жаль Я не понимаю, о чем ты Скажи Найджелу, что мы хотим пирога Вы нужны нам, Дики Надо начать прямо сейчас Я покровительствую в 170 благотворительном заведении Мы все заняты добрыми делами В больницах нет людей Мертвых не хоронят Возможно, вы слишком устали Это не так Что у вас на уме? Форум? Группа экспертов? Пожалуй, начнем с обеда Увидимся завтра на коктейле Я не пью Не курю И не сплетничаю Так что Мы так давно не болтали И корректура нашей книги будет готова Книга? Проклятье! Рональд Я с нетерпением жду, когда смогу ее прочесть Я попытаюсь Мне предложили заняться службой гособеспечения Это повышение! Чтобы заткнуть мне рот Рональд Чему отвергать всю иерархию? Увидимся завтра В парке Субтитры создавал DimaTorzok Рональд Рональд Картленд Член парламента из партии Тори Набросился на правительство Обвинив его в трусости и лжи Окрыленная амбициями Картленд Возможно, сжег свои политические мосты Но я читал это Я не стремился к популярности Вчера я прочитал твою книгу А, мою книгу Замечательно Да-да Успеха она иметь не будет Так что, какая разница? Я выйду замуж за Хью Ты... Я выйду замуж за Хью МакКрокодейла Поздравляю Это... После Рождества Свадьба будет очень скромной Райан обожает дядю Хью Он славный малый И отличный стрелок Он подстрелил 12 фазанов на охоте Я думал, он... Я думал, он тяжело болен Ну, пуля пробила ему легкая И он чуть не скончался в богом забытой глуши Но его вернули к жизни Это невероятная история Мы очень хотим сыновей Я очень рад Наконец-то ты сможешь не беспокоиться о деньгах Ты сможешь бросить всю романтическую дребедель И все эти советские люди Оставать тебя в покое Кто платит за все твои митинги И добровольцев, Рональд? Кто платит даже за скрепки? Я знаю, что твои друзья щитры И я рад, что им нравится играть в филантропов Но я прекрасно вижу, что кое-кто из них восхищается Гером Гитлером и его приспешниками Если бы не мы, ничего бы этого не было Тебя бы не было в парламенте Если бы не я, ты не смог бы себе позволить быть таким совестливым Таким безупречно Безупречно Правильным Твои счета за квартиру все еще на мне Прости меня Рональд Каждый август Хью едет в Оркни на охоту Райан поедет к бабушке А мы с тобой отправимся отдыхать Как и всегда Ничего не изменится Прошу тебя, Рональд Абсолютно ничего Дорогая, посылаю тебе этим утром всю свою любовь Ты знаешь, что ты для меня значишь Последние несколько лет я не в силах описать это Ты дарила мне поддержку, вдохновение, смелость и любовь Я искал их у тебя И всегда находил Начиная с этого дня Наши отношения уже не будут прежними Но я не грущу Он сбросил свой элегантный пиджак И бросился в воду Двигаясь быстро И уверенно Со всей ловкостью мужчины В самом расцвете сил Я выставляю себя на посмешище, Хелем? Простите, мадам Я выставляю себя на посмешище? Нет Нет Стэси говорит, что у вас превосходные ноги Ни одной вздутой вены Ни морщинки Они как фарфор Да, у меня хорошая кожа Лорд Маунт Бэттен и я призываем вас Англия Англия в беде Вода отравлена В продуктах полно химикатов Наши дома приходят в упадок Мусор на улицах Порнография Финические болезни Плохие манеры Смейтесь, но о манерах нельзя забывать Именно они помогают нам выстоять в самые тяжкие минуты Как бы там ни было Я с удовольствием представляю вам Лорда Маунт Бэттена Потрясающе Неутомимая Барбара На днях я встретил старого друга и он сказал Дикий, чудесно выглядишь Я сказал, благодаря снадобьям Барбары Картрон Замечательная леди Да, ответил он Странно, что ты доверяешь ей Она губит службы здравоохранения Нет, говори, Барбара так занята Она пишет 15 романов в год 20 20 Да она ни одного романа не написала И тут меня осенило, что он говорит о Барбаре Кассел Да Молитвы в школьной программе, думаю, это... Как сказал мой брат Англичане Что вы сделаете с тем наследием, что вам досталось? Поведете ли вы свою страну К высшей ступени развития? Или же пренебрежением И равнодушием Ты ведете ее И своих сограждан До упадка? АПЛОДИСМЕНТЫ ДИКИ 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 Я его видела Видела Он на нашей стороне Мы делаем что-то действительно важное А И у меня для вас подарок Моя книга Коснись звезд Путь к счастью Философии Спасибо, Барбара У меня тоже для вас кое-что есть Дорогой Спасибо вам за чудесный новый кабинет И спасибо за остеопата О! Я в восторге Я в восторге Итак, Конрад и Делорес Превозмогли все препятствия И внезапно он понимает, что жаждет пробурить в ней страсть И научить ее любви Конечно, его мучает чувство вины Он должен научиться держать себя в руках Разве он не инвалид? Нет, дорогой Она спасла ему ногу Помните? Да, конечно Слава Богу Таких инвалидов недооценивают Улучшается кровоток И как любовники Они чрезвычайно сильны и неутомимы Правда? Точно Нельсон, например Мал ростом Ничего особенного Но после потери руки Все пошло к лучшему Хелен Хелен Давай вести себя как взрослые люди Мы всего лишь развлекались Хелен Ясок Виндзорк был моим шафером и кузеном Знаю, потому и спрашиваю У него были проблемы с эрекцией А у нее? Вагус, как его там? То есть он отказался от четверти всей земли И все ради импотенции? Да? О, дикий Дикий Серьезно, что с американским рынком? О, буйнт! Процветает, процветает А что с жизнью и временем Маунт-Беттенов? 13 часов на телевидении Дорогой Но я замолвлю слово Я рад, что мы снова встретились, Барбара Я тоже дорогой С вами мне весело С вами я чувствую себя живым Молодым Что еще пожелать? Хелен Хелен Вдоль границы скакал Лохенвар молодой Всех коней был быстрее Его конь боевой Райан, я не слышу тебя Начни сначала Мы не едем отдыхать в Швейцарии Ты и Рональд? О, мне так жаль Он говорит, это слишком опасно Это так Может, нам поехать всей семьей куда-нибудь в Англии? Райан, не останавливайся Почему ты остановилась? Ты третируешь ее, Барбара? Дорогой Даже если она станет красоткой Если она будет мямлить, никто на нее не взглянет Она слишком взрослая, чтобы быть ее расческой Не глупи Ее характер раскрывается в полную силу Важно лишь это Немецкая армия окружила Польшу с севера, юга и запада Докладывают об обширной бомбардировке Польская армия, защищая границы, понесла тяжелые потери Я в отчаянии Закрыть заседание в такой тяжкий момент Можете свистеть Можете кричать Но через месяц нам, возможно, придется вступить в бой и погибнуть Прелестное создание Ты не должен идти Члены парламента Освобождены от службы Болг Тони уже во Франции Почетный мир Знаешь, что сказал мне один выскопоставленный перт из западного Сассекса, когда Гитлер вошел в Польшу? Невероятно! Ведь он дал слово премьер-министру! И что ты сказал? Я сказал Это вам не крикет, да? Да ну! Он дал слово! Чуть левее Меня пригласили в Америку, чтобы отметить издание моей стомиллионной книги Чудесно, правда? Мы так взволнованы Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес Все крупные телеканалы молят ее об интервью Мир почти забыл, что такое истинная любовь, и я напоминаю об этом Я возвращаю миру истинную любовь Вы самый плодовитый автор 20 века Ваша энциклопедическая статья больше, чем о любой другой женщине Верно Но знали ли вы, что статья о лорде Маунт-Беттене больше вашей? Да? Воистину, это союз, заключенный на небесах Он наш последний герой и самый удивительный мужчина в мире Неужели? Вы сказали, что это союз? Ну, мы с Дикки давние друзья Извините, я не могу говорить об этом Он сделал вам предложение? Нет, нет, вам меня не поймать Нам обоим нужно содержать два больших дома Есть много обстоятельств практического характера Вы знаете, что мне 50 раз делали предложение? Фантастика Мужчины вечно влюблялись в меня Так было всегда Нет Не вешай трубку Я не собираюсь жениться на ней Не верь всему, что пишут газеты Она очень умна Она знает, как важна репутация Я навещу ее сегодня И скажу ей Скажи остальным родственникам Что я не женюсь на ней Дикки, дорогой С днем рождения! С днем рождения! Чудесно Он был на прошлой неделе Я знаю, но мы вас ждали Прекрасно выглядите Прекрасно выглядите Проходите Это вам Спасибо И это тоже вам Возлюбленный Обними меня Возлюбленный Твоя любовь привела меня к тебе Я во власти твоих чар Хоть и знаю, что мечты Могут обмануть Why dreams never tell We too can leave the world behind us Nobody in this greed can find us Dream lover of mine Субтитры создавал DimaTorzok Генерал Деголь, глава свободной Франции, нанес визит французским солдатам, бежавшим из Дюнкерка в Британию. Он поклялся, что борьба с нацистской Германией будет продолжена. Позже он встретился с Винстоном Черчиллем. Позже он встретился с Винстоном Черчиллем. Алло? Алло, Барбара. Сегодня я получила письмо от помощника министра военных дел. Да. Он пишет, что J.H. Cartland объявлен пропавшим без вести. Нет, мама. Ты не так поняла. Это... Это Тони. Это он про Тони. Да, это Тони. О. Также, R.H. Cartland объявлен пропавшим без вести. Подробности будут сообщены позже. Они оба, Барбара. Оба. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы серьезно? Хочу жениться на вас. Да, мисс Гордон. Не могу поверить, что я первый делаю вам предложение. Нет, но... Барбара. Ну же, дорогая, открой дверь. Прошу тебя. Она открыта. Ты в порядке? Он пропал без вести. Он не погиб. Мы не имеем права терять надежду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоя на палубе непобедимого, Делорес видела, как капитан Конрад отдает приказы команде. Внезапно он поднял глаза, и их взгляды встретились. Краска покрыла ее щеки, будто заря. Предрассветное небо. Мы были чрезвычайно привязаны друг к другу. Вместе мы были абсолютно счастливы. Абсолютно. Что с ним случилось? Целый год он был объявлен пропавшим без вести. А затем нам сказали, что он был убит в Дюнкерке. Никто так и не смог сравниться с Рональдом. Но, возможно... Миссис Картленд, вам звонит локий лорда Маунтбеттена. Соединяй! Здравствуй, Джон. Дай ко мне взглянуть. Быстро, ежедневник. Да, пятого я свободна. Лорд Луи не говорил, что именно он хочет обсудить? Прелестно. Буду ждать. До свидания. Возможно, вы поселитесь в огромном особняке. И сможете оставить работу. О, мадам! Нет, Хелен. Я не люблю, когда ко мне прикасаются. Махараджа. Мой старый друг. Мы только что позавтракали и ждали кофе. Он наклонился. Я наклонился. Я думал, он хочет открыть что-то тайное. И тут он валится на пол. Я слегка пнул его. Мертв. Дорогой. Сердечный приступ. Проделать весь этот путь и... Джон сказал, он приехал, чтобы убить у ног последнего вице-короля Индии. Славный малый. Кофе? Да, спасибо. Завтра я закончу нашу книгу. Превосходно. Мы отлично провели время. Не так ли? Да. Барбара, я должен... Кое-что... Эту книгу я писала с большей радостью, чем другие. Я тоже. Мне очень понравилось. Вы настоящая писательница. Нет, дорогой. Без вас я бы не справилась. Барбара, я должен кое-что... Да, Дики? Я просто... Сэр? Два кофе. Да, дорогой. Лучше поговорим об этом, когда я вернусь с отдыха. Конечно. Я могу подождать. Не забывайте пить витамины. Само собой. Вы спасли мне жизнь, Барбара. Что ж... Он передразнил Долорес. Ты точно хочешь выйти за меня? Ты же знаешь, формального предложения я не делал. Я люблю тебя, сказала она. И каждый день молю о том, чтобы стать тебе достойной женой. Ты действительно бросишь в флот ради меня? Я тебе не наскучу? Никогда в жизни, ответил Коннорд. Как бы там ни было, я хочу занять место в парламенте и защищать наших моряков там. Без твоей любви и вдохновения ничего бы не вышло. Он прижал свои губы к ее устам, и она ощутила в своей груди восхитительное пламя, волнующее и в то же время божественное. Он был страстным и требовательным. И она жаждала дать ему то, что он хочет. Извините за беспокойство, миссис Картленд. Лорд Маунбэттен. По радио только что сказали, он и четыре члена его семьи убиты ирландской республиканской армией. Они были в море. На них сбросили бомбу. Все взорвалось. Он погиб. Да, и двое мальчиков тоже. В том числе его внук. Боже. Думаю, я немного поработаю. Позови Хелен. Позови Хелен. Позови Хелен. Позови Хелен. ГРУИП Смерть не существует. Так что не плачь. Итак. Лорд Лорд и Лабрадор. А Урелия открыла двери балкона и сделала шаг в сумерки. Капитан фрегата не мог оторвать глаз от прекрасного заката, и от Аурелии, которая, несмотря на свою тоску, была потрясена его мужественным профилем. Фильм подготовлен к показу компании SDI Media Group. Перевод Юлии Стефанович, текст читал Дмитрий Шандро. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok